Ребят, я специально вышла из зеркала в примерочное, потому что я такая... Или развратом занимаюсь. Хотя, наверное, вам бы больше, может быть, нравилось второе. Напишите, что вам больше нравится. Ребят, всем привет! Посмотрите на мой внешний вид. Я абсолютно с мокрой головой выбежала сейчас на педикюр, потому что, ну, собственно говоря, я не то что забыла, а просто не успела. Как вы понимаете, молодая мать, это в кадре на трансляциях ты выглядишь обычно более или менее причесанная. А на самом деле, правда, жизнь она вот такая. И во влогах я уже все время пытаюсь вам открывать именно правду жизни, а не какую-то улучшенную картинку. Вот вам мои старые ногти. Они были красные, офигенный цвет. Но сейчас, знаете, я хочу сделать что-то желтенькое, вот такое. Потому что этот цвет очень классно оттеняет цвет моей кожи. Но так как сейчас весна довольно холодная, я сделаю что-то не яркое, а более пастельное. Вообще, я заметила, что мои любимые цвета ногтей, это вот классический такой более или менее холодный красный, потом желтый и еще черный. Обожаю черный, не могу, но мне сейчас не хочется его делать, потому что, повторюсь, у нас какие-то небывалые холода. И так уныло, хочется разбавлять свою жизнь приятными красками. Мы тут с Бранкой ведем очень высокие интеллектуальные беседы, у нас так всегда. И вот свет, который я на этот раз выбрала. Мне кажется, очень круто. I love it very much. Всем доброго субботнего вечера. У нас сегодня, к сожалению, отменилась утренняя трансляция. Почему она отменилась? Да так, были причины. Мы были с Артемом, оба не в настроении. Я полночи не спала, потому что Лиська у меня что-то мучилась с животиком опять. Возможно, потому что я сейчас ее перевожу на обычное питание. Вернее, нет, я не перевожу, но я уже много чего добавила. И вот вчера я впервые в жизни дала ей, как бы, получилось три блюда. И мне кажется, что она среагировала. И с утра у меня совершенно не было сил, ни настроения. Я представила себя, знаете, в эфире вот с таким лицом подумала. Да ну нафиг, все-таки блогер. Это же человек, который развлекает людей, да, а не ноет. Ну, конечно, поныть тоже иногда можно, но ноем мы тоже, чтобы вас развлечь. А сейчас мы пошли встречаться. Мы тут на днях с Артемом познакомились с девчонкой прикольной. Она бразильянка. Живет она в Черногории, сейчас путешествует по всему миру. Она где была уже? И в Таиланде рассказывала. Да, где она только не была. В нескольких странах пожила. И она еще и клиентка Артема стала. Мы с ней познакомились в кафе. Она пришла к нему потренироваться. Ей понравилось. И вот она нас пригласила в одно из местных кафе, чтобы испить бокальчик просека. Но Артем, конечно, такой ерундой не занимается. А вот мы занимаемся. Так проходят наши друзья замечательные. Ребят, знаете, как я узнала Джулианну? Я ее узнала по очень красивому платью. Потому что когда мы ее в первый раз увидели, она как раз была в этом платье. И мы заметили в первую очередь... И так, ребята, это Джулианна. Сейчас я к ней присоединюсь. Сейчас мы будем вместе пить просекой. Посмотрите, как у нас здесь великолепно. У меня Артем побежал дальше с Мартином погулять. А я вот сейчас присяду и буду с ней болтать. Мы уже возвращаемся с наших сегодняшних посиделок. Знаете, я сейчас отложила телефон и просто отдалась моменту. Я поняла, что я так счастлива. Иногда отдохнуть, конечно, нужно же, мне кажется, чаще отдыхать. К сожалению, я этого не делаю. Я поняла, что я такой человек, который любит работать реально на износ. Я знаете кто? Даже мне психолог говорил мой, что я достиженка. Достиженка и трудоголик. И если я вижу какое-то дело, я просто хочу делать, делать, делать без выходных. До того момента, пока я не выдыхаюсь. А потом я просто выдыхаюсь, падаю без сил. Мне надоедает это дело. Короче, ребят, нам нужно с вами как-то подумать, как мне, наконец, начать организовывать для себя выходные. Ребятушки, всем привет очередной. Сейчас уже понедельник. Мы только что провели для вас очередной эфир с тренировкой. Я, как всегда, запарилась. Но я вижу результаты. Я так начинаю уже кайфовать от себя, от своего тела. У меня даже лицо, наконец, начинает приобретать рельеф. Ну, вы знаете, как только я похудею, я немножечко пойду, подкачну себе всяких средств. А может, и еще каких средств. Мы сейчас с Артемом после тренировки решили сразу поехать в спортивный магазин и купить кое-какой инвентарь. Артемочка, может, еще купим блендер, вот этот смек. Посмотрим хотя бы в HDL. Давай, мы найдем нужные светки. Да, кстати. Я думаю, что нужно серебристый, потому что нам он подойдет серебристый в любую квартиру. Ну, либо красный, как наша кафеварка. И наш этот самый тостер серебристый. И тостер серебристый. В общем, мы сейчас заедем с вами в спортивный магазин и еще в магазин на бытовой технике. Я думаю, что... Вернее, я не думаю, а в HDL, потому что в других магазинах у нас фирма SMEC не представлена. Вот он наш торговый центр. Сейчас ребята, которые живут в Европе, могут просто посмеяться, похихикать в кулачок. Но что делать? Чем богаты, тем и рады. Помните, что это Черногория. Даже этот торговый центр был построен относительно недавно. Всего лишь, наверное, пару лет назад. И даже нет особо никакого масс-маркета. Вот есть Нью-Йоркер. Иногда мы что-то здесь можем купить с Артемом. Но качество вещей здесь не самое лучшее. У нас Мартин вылил наш фиолетовый шампунь для блонда. Вот я зашла в местный магазин, в такой самый обычный, косметический. И беру вот эту баночку. Хотела бы я, конечно, у вас спросить совет. Можно ли его взять? Но я уже не успею, потому что мне нужно хоть что-то купить, чтобы не пожелтеть. Еще сейчас прикуплю себе, короче, труселей бесшовных. Не знаю эту фирму. Но в Черногории иногда приходится вот так вот тоже рисковать. Можешь взять и что-то взять супер-классное. А можешь взять какой-нибудь отстой и выкинуть его потом. Короче, я типичная мадам, которая идет в магазин за одним, а потом скупает все на свете. Купили мы Мартину пластилин. Большой набор. Он в таком возрасте сейчас, что ему нужно очень развивать мелкую моторику. Пусть лепит на здоровье. Но у нас, конечно, пока получается одна пачка на один раз. Потом все у нас в пластилине в этом. Весь пластилин в волосах. Но что делать? Ладно, пусть одна пачка на один раз. А вот мы с вами уже прошли в спортивный магазин. Так, девчонки, я буду смотреть. Первое – это лосины. И второе – это гантели. Я подобрала себе вот такой лук, желтую кофту, потому что желтый цвет мне идет. И как-то желтый сейчас как будто бы кажется каким-то модным. Вот такие зеленые леггинсы и топ. Конечно, все буду мерить. И, конечно, выбор здесь небольшой. Но хорошо, что, опять же, нашла я себе хоть что-то. Надеюсь, что мне подойдет. Я с удовольствием возьму. Давайте посмотрим теперь на Артема. Что он здесь у нас выбирает. Артем, что, есть гантели? Смотри, есть гантели по 7,5 килограмма. Такие тебе подходят. Они красивые? Вернее, они не красивые, но они типа прикольные, да? Ну, как обычные гантели, да? Блин, я хотела железненький. Ну, железненький надо поистать. Можно посмотреть на сайте. Молодой человек сказал, что можно посмотреть на сайте и заказать, если их в каком-то магазине найдем, что их привезли. Ну, давай. А коврик нужен мне еще один или нет? Тот коврик у нас еще функционирует, который мы Мартину отдали? Да, да, да. Все, хорошо, давай. Я специально вышла из зеркала в примерочное, потому что я такая нестройная, ребят. Вот вы мне говорите, что я себя рукаю без конца, но я действительно очень-очень-очень-очень-очень толстая. И я реально, походу, даже начала стесняться своего тела. А в примерочное еще там такой свет, он еще спалил со всех сторон, и я такой был ходячий целлюнитик. Артем, прокомментируй ситуацию. Работать есть всегда, значит, нет поддела совершенства, поэтому будем работать. А ты меня любишь такой, Артем? Конечно, я люблю. Да, ну все, Толя. Знаете, ну вот я надела свои лосины Victoria's Secret. Я в них выгляжу в сто раз стройнее и лучше, чем посмотрите на мою попу. Ну да, большая попа, но большая красивая попа. Все-таки я думаю, что от лосин тоже много чего зависит. Но, конечно, девочки, мой вам совет. Если вот вы только начали тренировать, нафиг не ходите в эту примерочную в спортивном магазине. Блин, я так расстроилась сейчас. Конечно, я ничего этого покупать не буду, у меня нет настроения на покупки. Лучше я останусь в своих лосинках и буду думать, что я стройная и буду продолжать тренироваться. Мы сейчас с Артемом продолжаем обсуждать это лосинное недоразумение. Он говорит, что, наверное, просто эти лосины для спортивных девушек. Причем я взяла первые, они мне были даже большие. Но Артем говорит, что тут дело не в объемах, а дело в составе тела. У меня, к сожалению, это как бы желешка. А девчонки, которые реально спортивные, накаченные, они могут быть больше меня размером. Но они не желешки, а яблочки, персики. Ой, блин, девчонки, обидно, но ладно. Но только ты. Блендер моей мечты. Блендер моей мечты. Так, ну сейчас будем искать. Смотреть. А вот он белый какой-то. Думаешь, это он? Нет, это маленький. Я хочу с большой чашей. Я думала, какой-то... Где они были со стеклянной чаши? Сейчас пойдем искать с Артемом. Здесь у них есть только черный цвет. И то это сейчас был такой цирк. Нам пытались коробку снять сверху прямо. Все начало падать. Жалко, я не снимала, было бы прикольно. Экшн, экшн. Ну знаете, да, типа такой типичный... Типичный, да, Артем это все стал налить сверху. Такой типичный синдром журналиста. Когда что-то происходит, и не бежишь помогать, ты хватаешь камеру. Видите, у меня еще такая хладнокровность блогерская пока что не наступила. А сейчас приеду домой и попробую заказать. Здесь есть цвет только черный. В принципе, неплохо, потому что у нас красная кофеварка, серебристый чайник и черный этот... Как его? Черный блендер. Но, может быть, следует выбрать все-таки красный или серебристый? Посоветуйте мне, девчонки. Как вы думаете, какой цвет лучше выбрать? Ребят, еще на горе, когда выходишь из супермаркета с большим навесом и смотришь на горе, кажется, что ты в Америке, в Канзасе где-нибудь. Еще такая музыка, да, такая играет? Сейчас, вы знаете, такой джип с багажником с открытым и такая ковбойская шляпа, такой Артем из магазина. А сейчас надо ехать за хот-догом на бензоправку. Петро-стейшн. А нет, у них там гэт-стейшн. За пивком. Да, за пивком. Мы тут вылезли с очередного эфира. Вот это наша Алена, она опять с нами. После эфира мы доснимали кое-какие штучки в спортзале. Скоро выйдет видео уже только с Артемом. Не знаю, буду ли я его постить на этом канале или не буду. Если честно, у меня сейчас по поводу канала все-таки очень много мыслей. Я уже теперь думаю, что, может быть, нужно как-то вот все тренировки куда-то выводить, чтобы не засорять. Или наоборот, может, лучше засорять. Ведь ничего не плохого в том, что, с другой стороны, я пущу тренировки. Ведь тренировки я же не пущу, как я бухаю или развратом, или развратом занимаюсь. Хотя, наверное, вам бы больше, может быть, нравилось второе. Напишите, что вам больше нравится. Короче, напишите, как вам, что на моем канале теперь появляется реально столько много тренировок. Так, сейчас мы идем на второй завтрак на бранч в ресторан Галларда, потому что мы перестали есть сахар. Без сахара уже живем второй день, а хочется чего-нибудь вкусненькое. А у них там есть как бы вкусненькие вот эти вот завтраки. Я очень хочу съесть, как это, брускетто, не брускетто, хлеб с авокадо и с лососем. И покажу вам мое любимое блюдо. Правда, я вам уже его показывала. Ну, ничего, покажу еще раз. Посмотрите, у нас, наконец-то, в городе пахнет весной. Все цветет, птички поют, но при этом холодно и противно. Как вы поняли, у нас в предыдущих кадрах, это было буквально позавчера, хочу показать вам цветочки заодно, был Bad Shopping Day. Реально, мы ничего не купили вообще. И даже я не смогла заказать ничего в интернете. Не знаю, я хочу вот этот вот блендер хочу от Смега. И нету этого блендера в Черногории, но, по крайней мере, не в сети, не у нас в Тивоте. Посмотрите, какая красота растет. Вот она. Я уже, если честно, так хочу свой дом с каким-нибудь садом. Видимо, все-таки возраст, знаете, дает о себе знать. Я раньше думала, что природа это какая-то ерунда, но я вам тоже уже об этом говорила. А сейчас вот я не могу пройти мимо. Ну, как можно пройти мимо вот такой вот красоты? Вау. Что это за растение? Артем, что это за растение? Артем. Ален. Что вот это за растение? Очень красиво. Сильна в растениях. А, ну понятно. Ты такая же, как я, да? Городской человек. Пальма. Ну-ка. Артем, что это за растение? Тест. Бамбук. Бамбук? Ребята, это бамбук. Бамбук, точно. А, точно. Это бамбук. Ого. Как дед. А это банановая пальма. А это банановая пальма. Видите, у нас тут немножко в мире животных. Флора и фауна Черногории. Но это, наверное, кстати, не Черногория и флора и фауна. Это, наверное, завезенная, да, Артем? Ребята, пока нам несут заказ, я хотела с вами кое о чем поговорить. Вы меня частенько ругаете, что я критикую свою внешность. И знаете, что я тут поняла? Что моя самокритика, это не значит то, что я себя не люблю. Сейчас я объясню, почему. Потому что мне кажется, что я намного больше, чем мое тело и чем моя внешность. А по факту, мое тело – это скафандр, который мне дан, чтобы носить на этой земле. Привет, Катя Лель. Передаю огромное от себя. И мне нравится его совершенствовать. Мне нравится иногда дать себе поджопники. Иногда себя покритиковать. Но это не значит вообще, что я как-то негативно к себе отношусь. Нет, вы знаете, я себя вообще очень люблю и обожаю. Считаю, что у меня огромнейшая душа. И она живет в этом теле, и она заслуживает очень красивого и очень классного дома. И такая самокритика помогает мне тренироваться, вести более или менее здоровый образ жизни. Ну, вернее, даже здоровый образ жизни в последнее время. Ну и да, как-то самосовершенствоваться. Не только духовно, но и физически. Так что я считаю, что в этом нет ничего плохого. Вы за меня очень сильно не переживаете, правда. Потому что я могу как-нибудь себя обозвать, сказать, ой, жирная свинота в зеркале. Но, вы знаете, я все равно считаю себя очень-очень классной и очень красивой, кстати. К слову о красоте. Вы все заметили мои новые ноготочки? Меня на них вдохновила одна девчонка. Ее зовут Ирина. Я, может быть, как-нибудь вас с ней познакомлю. Она жила в Черногории, сейчас вот умотала в Турцию. Она говорит, что это ее ноготочки Сейшел. Надо будет уточнить историю. Я увидела ее фотографию с такими ногтями. Привезла эту фотографию своей Бранки, которая делает мне маникюр. И вот она повторила. И повторила, кстати, очень классно и очень профессионально. Я прям кайфую. Ребят, давайте нырнем в наши тарелки. У меня в итоге сегодня брускетта с креветками. Мне кажется, что это целое произведение искусства. У Артема брускетта с лосося. И посмотрите, какого лосось цвета. Это не тунец, это лосось. Они просто его зачем-то подкрашивают. А у Алены? У Алены просто сырники. Но в Черногории это деликатес. Алена, в челлендже не участвует. Алена, да, не участвует в челлендже. В челлендже человек. Алена, а что ты в челлендже не участвуешь? Ты сахар ешь? У меня с сахаром нет. Ну, я знаю, да. Она уже отписалась. Она уже отписалась, да. Ребятки, в общем, мы здесь наелись, напились кофе. Спасибо большое, что вы были с нами. Я всем желаю отличного дня, хорошего настроения. Я всех целую, обнимаю. Мы увидимся с вами скоро в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok